Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Две передачи назад мы начали очень серьезный разговор о нравственном законе, о его природе, о том, кем он вложен, как его исполнять, как функционирует в человеке то самое нравственное сознание, о котором мы очень часто слышим в церкви. А сегодня передачу нам хотелось бы посвятить категории «Свободы». И о ней мы поговорим в нашей студии с православным экспертом, с клириком Сретенского храма, протеерей Максимом Кокаревым. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, отец Сергий! Добрый день, дорогие друзья! В качестве некой преамбула. Недели, наверное, четыре назад проходил круглый стол в госуниверситете. Мы с вами о нем вкратце беседовали. Он был посвящен смертной казни. Нужна ли она, нужно ли ее сохранять и так далее. И вещь, которая меня поразила, и которой я с вами в том числе поделился, это меня поразившая идея, что для многих, сидящих тогда в аудитории, например, пожизненное лишение свободы вообще не является наказанием. То есть у людей складывается впечатление, что они там, на курорте, вот, в местах не столь отдаленных. Заказано на счет еще. Да, и вот эта идея того, что человеку нужно, чтобы наказать, его нужно изничтожить, стереть с лица земли, вот, и никак иначе его наказать невозможно, она меня тогда поразила, потому что мы живем, получается, во время, когда свобода не является ценностью, не является чем-то значимым для человека. Или, наоборот, вещь настолько привычная, что мы легко, спокойно ей жертвуем, от нее отрекаемся, отказываемся. И вот именно поэтому, мне кажется, крайне актуальным будет разговор о свободе, потому что свобода — это не только внешняя способность передвигаться там, где ты хочешь передвигаться, это и свобода выбора. И причем с точки зрения вот того нравственного богословия, о котором мы с вами уже в третьей передаче сегодня говорим, это вопрос именно выбора добра, сознательного выбора добра, сознательного невыбора зла. Вот. Что же такое нравственная свобода? Является ли она даром Божьим или ее нужно в себе каким-то образом еще воспитывать, взращивать? В чем она заключается? Ну, это действительно один из самых главных вопросов вообще нравственного богословия, да? И, наверное, вот особенно современного. Если мы возьмем какие-то дореволюционные книжки, там все-таки больше закон, чем свобода, чем благодать, там, ну, такая, 19 века пособие, там тема свободы как-то все-таки немножко скомкана, потому что там упор такой, это скорее нормативная этика. Вот есть запад, вот их исполнять, как-то вот тема свободы осталась за кадром. И по-настоящему тема свободы, она вот так встает, наверное, особенно в 20 веке с его ужасами, с его как раз показательными очень примерами, до чего может довести эта свобода, да? И вот это ощущение, она даже перестает радовать. Если в 19 веке был такой оптимизм, такой, может быть, даже где-то антихристианский, что все догмы рухнут сейчас, там тоже Ницше и так далее, что такая свобода скорее оптимистична, да, человек. То, когда сталкиваешься, там, с экзистенциализмом, то есть понимаешь, что они говорят, да, человек свободен, ужас, человек свободен, что с этим делать, непонятно. Тут ощущение ужасное всей европейской философии между двумя войнами, Первой и Второй мировой, когда, ну, страшные годы, и был ужас, и непонятно, что будет, и, то есть, там, вот, и Гордиаевская философия свободы, вообще очень много. То есть, свобода пугающая, скорее, да, так сказать, человек свободен, да, человек некий островок бытия в небытие, как у Сварта, да, и что с этим делать, что он непонятно. Приходят из никуда, уходят в никуда, и вот ты и есть в твоей поступке. В связи с этим, тоже, раз вы начали с преамбулы, вчера, пока я смотрел фильм, сейчас просто идет, но фильм такой, тюремный эксперимент Стэнфорда. Это знаменитая история, она была на рубеже 60-х, 70-х, когда провели такой эксперимент с частью студентов, одних сделали заключенными, других как бы надзирателями, смотрели, как меняется. Психологи ставили эксперимент. Он был рассчитан, по-моему, неделю на две, продержался шесть дней. Озверели, те, кого поставили, очень сильно вошли в роль надзирателей. Хотя это абсолютно одинаково, разделили, сказали, что вы будете эти, вы эти. Но им немножко, так сказали, настройку дали такую, то есть вас отобрали по особому качеству, вот вы подходите, им внушили, что вы подходите больше на роль именно надзирателей. И, соответственно, на шестой день сломалась часть заключенных, потеряли человеческий облик вообще. Настолько все это живо происходило, что эксперимент было решено прекратить. Насколько я понимаю, это реальная история, просто в фильме она художественно обыграна, и очень такой психологический фильм, такой, в общем-то, я думаю, что можем посмотреть, не самый бесполезный, из-за того, что снимается такой психологический напряжение, я бы сказал, даже, я не знаю, как жанр назвать, драма психологическая, даже трейлер психологический. Вот там это ощущение, как раз про тюрьму, вот вы сказали, я сразу вспомнил, что вчера самая ближайшая из того, что как она, то есть, что это, в общем, ну, не то, что не курорт, мягко говоря, это то, что может лишить человека не просто свободы, а человек, да, если слаб, он может лишиться там, ну, то есть, совсем человеческого достоинства и образа, и то есть, это страшно. То есть, и те, кто сейчас говорят, что единственное достойное наказание – это смерть, а даже пожизненное – это ничего. Это не, по мнению некоторых, сейчас любят слово, непропорционально тем грехам, кто человек совершил, тем проступкам. Это в том числе ведь беда и потому, что у человека, если отнимается жизнь, у него в каком-то смысле отнимается и часть жизни, которую он мог бы прожить, и возможность покаяния, и возможность изменения. Те, кто так говорят, они, наверное, вообще не думают о том, что, в этих категориях не мыслят, что человек, да, он не исправит того, что сделал, да, он будет там все, всю жизнь, но вот он сам тоже ценен, он тоже душа живая, и он-то может еще исправиться и спастись, даже так, да. Мы в прошлый раз говорили о разбойнике, да, то есть мы здесь, конечно, мне все-таки кажется, что это пройдет. Мне кажется, что мы живем в такую же абсолютную эпоху. У нас это сейчас обострилось, может быть, вот, если вы говорите о свежих, это у нас сейчас идет, конечно, такая милитаризация сознания, и понятно, что когда вокруг враги, да, там, то есть жесткость, она повышается, и гайки закручиваются. Я думаю, что это временно. Я думаю, что временно, а свобода вечна, свобода вечна и неприходима, поэтому накал спадет, я думаю, что все-таки не дойдет у нас до восстановления смертной казни, мы слишком, ну, у нас есть столько злоупотребляли весь 20-й век, что сейчас, думаю, что очень многие все-таки память еще жива, и не всем захочется снова расстрелы и прочее. Пусть даже редкие, пусть даже, мы говорим, что это редко-редко, иногда-иногда, но все равно. И все эти циничные разговоры про стоимость пули и стоимость содержания, да, там, конечно, это верх цинизм, на самом деле. Это просто говорят люди, да, это вот как те люди разделились, одни стали надзирать, они перестали понимать совсем заключенных, то есть те, кто так говорят, они просто на себя никогда не примерят. То есть, и это они сейчас говорят, что это быстрее, это меньше мучений. Я думаю, что если бы их вот так что-то бы случилось, и завтра их стали судить и дали варианты, я думаю, что умереть бы никто не захотел из этих студентов, которые там голосовали. Все бы хоть так, но пожить, понимаете? То есть это вот от того, что человек совершенно, он замыкается, у него какое-то узкое видение, он даже не пытается подумать с точки зрения тех людей, с точки зрения какой-то иной, посмотреть на это просто извне. А теперь вообще, собственно, анализ на собой. То есть я просто, я извиняюсь, что я так долго, я просто надеюсь, что это с нами пройдет. Это ужасно, это страшно, но надеюсь, что это временно. И что касается народственной свободы, это необходимые условия, потому что без нее все остальное бессмысленно. Бессмысленно давать человеку закон. Бессмысленно ждать от человека, там, не знаю, то, чего ждет Бог от человека. Любви, веры, творчества. Это все без свободы вообще немыслимо. То есть главная категория человечества это вера, любовь, творчество. Ну, мне кажется, самые ключевые. Ни одна из них в несвободном состоянии в принципе невозможна, потому что, то есть, ну, у нас часто возникают претензии к свободе. То есть, с одной стороны, свобода это дар Божий, вы правильно сказали. Но с другой стороны, это, ну, как сказать, палка о двух концах. То есть свобода всегда подразумевает возможность ее злоупотребления. Ею, да? То есть и некоторые, вот когда происходит какое-то самое жуткое злоупотребление свободы, я не знаю, у нас сразу все, в 20 веке, ну, там, сказать, нацизм, фашизм, и так далее, какие-то ужасы, зверства, и огромное количество страданий, иногда человек говорит, что, ну, вот зачем человеку дана такая свобода, что он мог вот так поступать, настолько, да, так сказать. И иногда говорят даже о том, что мне приходилось и с верующими людьми, кстати, тут и верующие, и неверующие, в общем-то, нет такого сильного развлечения, то человек может тяготиться даже свободой. Ведь что, не мог Бог устроить все как-то по-другому, попроще. Сделать так, чтобы мы не могли грешить, не могли друг друга ранить, не могли друг друга оскорблять. А делало бы всегда друг другу только добро. Если мы попытаемся ответить на этот вопрос, мог бы Бог, то вообще мы не можем о чем-то сказать, что Бог чего-то бы не мог. Но он почему-то так не сделал. То есть он создал тот мир, который имел в виду создать. Если бы он захотел создать мир, населенный роботами, по большому счету, потому что кто-то мне сказал, я не помню, то есть меня такой вопрос тоже волновал, молодого еще там, ну, 100 лет назад, и те учителя, которые были у нас в свое время, то есть учителя в семинаре, если что, ну, ты понимаешь, что человек, если все остальное у человека останется, а его лишить только малости, такой свободы, да, все остальное оставить, все будет замечательно. Это будет очень благостное общество, все будут ходить и делать друг другу только добро. Но это будет не свободное добро, поэтому ценности оно иметь не будет. То есть это фактически принудительно. Человека запрограммировали, делать добрые дела, он их делает. То есть это автомат, я запомнил фразу еще с молодости, автомат по производству добрых дел. Человек без свободы. Это очень хороший человек, но это все, в этом обществе не будет страданий, не будет боли, не будет зла, греха и так далее. но в этом обществе не будет веры, любви, творчества. Вы хотите жить в таком обществе? Вы хотите жить... У нас столько антиутопии написано, что мало кто по здравому... Вот сначала, это эмоции. Что делать с этой свободой? Может, вообще Бог бы ее отменял? А потом, когда человек подумает, туда-то вся, значит, осадок оседает, оказывается, что никто в здравом уме трезвой памяти, особенно кто помнит тоталитаризм, допустим, хотя бы застал хоть край, не хочет жить в состоянии тотальной несвободы. То есть на самом деле, искренне, если все-таки честно быть. Поэтому свобода — это дар, конечно. Да, это очень такой дар, ну, опасный где-то, да, то есть, и можно по-разному сказать, но это дар. И если говорить о второй части вашего вопроса, о необходимости развивать или некой данности, статичности, то, конечно, свобода тоже в каких-то во вселенских масштабах динамичная вещь. То есть человек, вот опять-таки, на минутку окунемся в школьное богословие, выделяют несколько состояний свободы — формальное, реальное и идеальное. То есть, формальная свобода — это состояние людей как бы до грехопадения. То есть, они еще не знали греха, но и в абсолютном добре не были укоренены. Это вопрос чистого выбора, чистый лист бумаги. Вот. Состояние реальной свободы — это вот наше с вами. Состояние уже падшести, нам сложно творить добро. Это постоянная борьба за добро. То есть, если человек хочет творить добро, ему это не очень просто. Правильно, Господь говорит? Пусть зла всегда широкий, так сказать, и такой просторный. И вот тиранисты... В общем, кстати, даже не надо быть христианином, чтобы это понять. Я недавно перечитывал. Впервые подобную вещь высказал, если говорить о античном мире, Гесиот. Седьмой век на минутку Доржества Христова. У него там в поэтичестве... Это было примерно так, я не берусь за точность цитаты. Путь не тяжелый к козлу, обитает оно недалеко. Но добродетели от нас удалили бессмертные боги. Тягостным потом тяжелая и крутая конья дорога. То есть, понимал человек до Евангелия, задолго, за 700 лет до Христа, прекрасно понимал, что путь к козлу, вот он широкий и прямой, и путь тернистый, и сложный, и не такой простой. Вот к добродетели, ну, как его язык. Вот. И... Так вот, возвращаясь к формально-реально-идеально-идеально, есть идеальная свобода. Это цель человека. То есть, мы же можем по-разному в христианских категориях у нас такой богатый понятийный аппарат, мы можем цель человека, заданность, то, для чего Господь человека призвал в этот мир, назвать как угодно. Обожение, спасение, вечную жизнь. И, кстати, идеальная свобода, достижение идеальной свободы, это тоже из этой серии. Потому что идеальная свобода – это абсолютная свобода от греха. То есть, это и есть святость. Это и есть цель человека. То есть, это... Когда мы говорим, что формально-то люди до грехопадения, реально-то мы борющиеся, то идеально-то те, кто уже в Царстве Божьем. То есть, что-то меняется. Там нет... Там люди могут желать, творить и продуцировать только добро. Причем не искусственно, не потому что кто-то заставляет, а это такое состояние, когда они делают это свободно. Свобода-свободный выбор добра. Причем всегда. Это такое достижение. Но это святость. Она не достигается только человеческим силам. Это то, что мы называем мудреным, хотя у нас просто, я верю, есть такое слово «синергия». Мы его периодически говорим. Ну, просто без этого термина не получается. Это соработничество говоря. Более понятный язык. Бога и человека. Человек стремится к этой свободе, но нужно понимать, что в конечном итоге это дар. Это идеально. Святость же, она... Это не совокупность добрых дел. Она же не может быть... Человек не может спастись сам. Не может сам себя из болота, как Мюнхгаузен, вытащить, как такой образ часто приводит. То есть человек, да, Богом спасается, но без желания самого человека. То есть это синергия. И вот в результате этой синергии соработничества в деле своего спасения Бога и человека в свободе, то человек достигает состояния идеальной свободы. То есть в христианском понимании нравственная свобода – свобода от греха. То есть абсолютно. И когда мне... Я очень часто... Сейчас чуть реже другие дела, а вот в прошлом году часто общался, в общем-то, с разными, в том числе и студенческими публиками в разных вузах. И сейчас все говорят о свободе, все такие свободные, сейчас вот на каждом углу. С одной стороны, вот смертную казнь давайте ведем, с другой стороны, как вот не спаси, все же, свобода же, все можно, иначе все запреты, да, в прошлом. И когда все говорят, вы свободны, я начинаю спрашивать, вот кто-нибудь из вас может сказать, что он абсолютно свободен от греха? Но это сложно, это слишком обстактно. Я говорю, хорошо, давайте так. Кто-нибудь из вас может сказать, что он абсолютно свободен от любого проявления лукавства, лжи, неправды? Ни в ком этого нет. Никто руку не поднимает. То есть все-таки люди еще понимают, что человек сам к себе честно относясь, сказать себе, что я никогда не лукавлю, никогда не вру, как бы я с этим не боролся, что я вот уже победил. Что я уже, можно сказать, я уже святой. Никто пока, не было такого случая, что человек поднял руку и сказал, что я вот свободен. И когда прообъясняю человеку, что вот это и есть свобода, свобода от греха, ее надо достигать. Ей надо идти. А то, что нам какие-то запреты обрушились вдруг, и стало, можно что-то делать. Высшая свобода, это свобода чего-то не делать, не делать греха. И парадоксально. То есть христианская свобода, это скорее не свобода делать все подряд, а свобода не делать. И я очень печалюсь о себе, что я во многом не свободен. Она не свободен, многие говорят, так сказать, вещей не делать. И со своими грехами борюсь. Что там я? Апостол Павел пишет. Все, все, помните, знаменитая фраза. Доброго, которого хочу, не делаю. Злово, которого не хочу, делаю. То есть человек, который для нас святой. То есть мы, сравнивая с собой, мы их на иконах пишем. Он себя, так сказать, по-другому оценивался. У него другие были. Если бы он себя сравнивал с рядом стоящими грешниками, он, наверное, сразу возгородился, не был бы святым. То есть у святых другие мерки. Они себя, так сказать, самой высшей меркой меряют. То есть никаким идеалом Христа. И он прекрасно понимал, что и все его прошлое, и все его гонителем было, и все остальное. И даже он не о прошлом в данный момент, он о настоящем. Он уже христианином пишет. Доброго, которого хочу, не делаю. Злого, которого не хочу, делаю. Участие апостол Павел пишет. То для нас это борьба. А вот идеальная свобода, святость, состояние царства Божьего, как угодно, состояние праведника. Это состояние, когда вот этого драматизма уже нет. Без всякого драматизма человек свободно и с радостью выбирает добро. Это цель. Это и есть идеальная свобода. А вот такой вопрос. Ну, христиане молятся утром-вечером, и в вечерних молитвах есть интересная фраза, да? «Господи, я еще хочу или не хочу спасими». То есть, вот как объяснить людям, ну, скажем, тем, кто вот новоначальные, только берут в руки молитвасов, то есть, это что значит? Насильный меня, можно ли спасти насильный? Хаще, хочу или не хочу? В чем смысл фразы? Мне кажется, тут я специально толкованием этой молитвы, то есть, может быть, есть какие-то уже готовые объяснения, но мне кажется, речь идет о том, что человек здесь исповедует как бы иерархию и главенство воли Божьей на свои. То есть, наша воля может быть ошибочной. Я могу хотеть не того, чего мне полезно. То есть, мы же всегда считаем, есть такая удивительная убежденность у человека, вот то, чего я хочу, это правильно, так и должно быть. И даже мысли, заранее, что я могу ошибаться, а человек, искаженный грехом, ошибается, ну, часто. Это тоже, это не надо, в данных вещах не надо быть христианином. Человеку, собственно, ошибаться, да? То есть, и вот эту мысль мы забываем. Мы всегда считаем, что если я чего-то добиваюсь, чего-то стремлюсь, чего-то поставлюсь, какие-то цели, я очень сильно расстраиваюсь, если Господь почему-то меня не благословляет, у меня не получается, да? То есть, я всегда, вот эта молитва нас приучает просто понимать, что даже если я хочу не того, чего надо, то есть, пусть Господь, да, то есть, он меня вразумит и направит, и все-таки это, знаете, как, это похоже на то, как молится Христос, не моя воля, но твоя, да будет. То есть, вот, я могу хотеть не того. То есть, я могу, мне кажется, что я хочу правильного, но, может быть, это не есть мне полезно для моего спасения. Вот тут Господь меня спасает против моих хотелок, всех неправильных каких-то. А вот свобода выбора и свобода воли, мы слышим как выражение, да, и то, и другое, при этом, ну, есть какое-то ощущение, что это вот о чем-то разном. Что такое свобода, может быть, воли, и что такое свобода выбора? Ну, это зависит тоже от того, как употребляют. То есть, свободу выбора часто употребляют в неких, скорее, на уровне такого близкого приближения, конкретных поступков, конкретных людей. То есть, свободу какого-то конкретного нравственного выбора. То есть, вот, есть у тебя в данный момент свобода нравственного выбора в этой ситуации. А свобода воли – это более глобальное понятие. Это вообще есть у человека такое качество. И спор о свободе воли – это споры гораздо более глубокие. Это споры антропологические, вообще, такие глубинные. Вообще человек свободен в принципе в своей воле. Или давляет воле Божией человек вообще абсолютно... А как мы ответим на этот вопрос? Христианство отвечает парадоксальным образом, потому что есть крайности. Вот это как монета. То есть, есть одна сторона. На одной стороне такой богословский детерминизм, что только Бог и человек... Это вот во многих трудах протестантских вождей. У Лютера, у Кальвина особенно, да, с его предопределением. Все, какая-то там свобода воли. Одних до рождения в рай, других в ад. Ну, пример. Я очень сильно упрощаю, но... Да и у Лютера образы человека – это соляной столб, ослик, на который кто сядет туда и едет. Тоже не очень свободный образ. Вот. А с другой стороны, если человек против этого бунтует, говорит, нет, я свободен, появляется атеизм. Причем, это такой вариант атеизма. Это не научный атеизм. Это не потому, что ученые доказали, что Бога нет, потому что его нет. А Бога не может быть и не должно быть. Это постулитивный атеизм. Он постулирует, что Бога не должно быть. И главное доказательство этого атеизма – это как раз наличие свободы в человеке. Это сказал, по-моему, в первых десятилетиях 20 века даже появился такой термин – «онтологическое доказательство атеизма». Как есть разные доказательства бытия Божия, телеологические, космологические. Есть антологическое доказательство атеизма. Это наличие свободы в человеке. То есть это либо Бог, тогда человек не свободен, либо Бога нет, тогда человек абсолютно свободен. Это Томаш Гарик Масарик сказал, в 20-е годы, что это антологическое доказательство атеизма. И у очень многих мыслителей, если Бога нет, у Достоевского таких персонажей тоже полно. Мы говорили о совести, говорили о Раскольнике, а есть другие персонажи, которые постулируют, что раз Бога нет, я Бог, все из меня, все можно. Это разными словами. То есть вот это две крайности. Это от невозможности совместить того, что и Бог есть, и человек свободен. А понять это можно только в христианстве, только через понятие самоумоления Бога, кеносиса. Ведь мы говорим о кеносисе, когда? Когда Господь сошел на землю и умер за человека. Но богословы говорят, что кеносис, самоумоление, самоуничижение божества, ужимание Бога в своих границах началось тогда, когда Господь создал свободного человека. Он как бы свободно предоставляет ему сам себя свою власть, свою волю где-то ограничивает, предоставляя некое пространство, свободу для человека. Вот только через кеносис, через такое, опять-таки, свободное самоумоление божества можно понять, как рядом с абсолютной волей Бога, который действительно абсолютно может находиться человек, и Господь его не насилует, не заставляет себя поверить. Иначе бы не было неверующих, не заставляет... То есть Господь опять не может, он не хочет этого делать. Он, может быть, и мог бы сделать нас по-другому, но он не хочет человека не принуждать верить в себя, не заставить нас жить как-то в мире друг с другом, заставить именно. То есть мы можем сами до этого дойти, можем сами возрасти. А вот заставить меня полюбить кого-то, кто мне неприятен. И пока я сам это не исправлю, пока я сам что-то не сделаю, то есть Господь заставить меня полюбить. От этого отталкивается все учения христианских таинств. Мы венчаем людей. Это же не магизм. Здесь нет автоматического слова. Мы их повенчаем, а Господь заставит их полюбить. Нет, и такие браки распадаются. Если люди сами этого не понимают, если ждут, что против их воли как-то их, значит, Господь соединит, я всегда намечаю, всегда это объясняю. Не будет это. Это невозможно. Потому что Господь заставит вас друг друга любить, быть верными друг другу, да, и уважать друг друга, не заставляет. И не заставляет. Вы не ждите этого. То есть помочь, если вы сами захотите это вырастить, обязательно поможете. Только если вы по-настоящему будете, да, вот, сработать, да, с Богом. То есть поэтому вот без свободы невозможно синергетить. Что такое за сработничество? Вообще это очень дерзновенное слово. Кто мы такие, чтобы Богу помогать, сработать? Однако именно в силу вот этой свободы как бы такого чуткого, я бы сказал, тактичного отношения, то есть христианский Бог это очень такой тактичный Бог по отношению к человеку. Он не заставляет, он не врывается к нему, как тоже образ у многих-то богослов, не врывается к нему, ломая двери в его сердце, он стучит. Вот это очень яркий образ. Бог стоит и стучит в сердце человека. Мог бы ворваться? Да мог бы, конечно, наверное, какие для него преграды. Он стоит и стучит, откроет или не откроет. И иногда человек проживает всю жизнь и этот стук так и не слышит. Да. Спасибо, батюшка, за ваши ответы. Ну, а мне бы хотелось просто резюмировать. Мне в свое время очень понравился образ вот этого иллюстрации синергии, синергийного движения, потому что это напряжение воль в одну сторону. То есть Антуан де Сент-Экзюпери, по-моему, говорил, что два влюбленных человека — это не те, кто смотрят друг на друга, а те, кто смотрят в одну сторону. Поэтому выше... В общем, желательно вверх, в сторону Бога. Да, да. Когда в правильную сторону смотрят, тогда мы говорим, что вот это и есть христианская брак. И высшее описание, конечно, вот этих вот любовных отношений, да, отношений любви человека к Богу и Бога к человеку — это как раз вот это вот синергийное направление двух взглядов в одну сторону. И красивый образ был, сейчас не вспомню, у какого-то современного священника, что синергия — это похоже на следующее. Как будто бы отец подводит своего ребенка к заранее там в два-три раза более высокому турнику. И ребенок не может допрыгнуть до этой вот планки. Вот. И отец говорит «Прыгай». А ребенок недоумевает, но я же не смогу допрыгнуть. Есть ли смысл мне вообще, что бы ты ни был делать? И отец говорит «Прыгай», потому что в определенный момент, когда ты этого будешь не мочь, я подхвачу и ту дистанцию, которую ты не можешь допрыгнуть, я пронесу. Вот это очень важная такая вещь, важная идея, которая бы мне сегодня нашу передачу, бы и хотелось закончить. Спасибо. Спасибо большое. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До скорых встреч. Надеюсь, рождественский пост у вас будет проходить глубоко или даже лучше сказать глубинно вот в том контексте наших бесед, которым мы сейчас проводим. Храни вас Господь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова